Уважаемые друзья, сегодня мы отмечаем 1160 лет российской государственности. Поздравляю вас с этой знаменательной, ключевой для России исторической датой. Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск – все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения. Отсюда, с севера, начинались походы дружинников первой русской династии Рюриковичей. Шли торговые караваны из Варяг в Греки. Создавалась Русь – крупнейшее государство Европы того времени, объединившее славянские, финно-угорские, тюркские и другие племена, собравшие их под свои крепнущие крылья – от Ладоги и Балтики, Новгорода и Пскова до Киева и Чернигова, Азова, Черного моря, Крыма. За прошедшие более чем тысячелетия наша государственность переживала разные эпохи, в том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедия междоусобиц. Но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества. Героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена. Мы помним и чтим этих поистине выдающихся людей – Рюрик и Вещий Олег, княгиня Ольга и Святослав Игоревич, князь Владимир и Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и Александр Невский, Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Иван Третий и Иван Грозный, Ермак, Минина-Пожарский, Лежнёв и Беринг, Пётр I и Екатерина II, Ломоносов и Пушкин, Суворов и Ушаков, Александра II, Освободите и Александр III, Миротворец, Брусилов и Деникин, Жуков и Рокоссовский, Курчантов, Королёв, Гагарин. Эти и многие другие наши соотечественники были масштабными, сложными, порой противоречивыми историческими личностями. Некоторые из них по-своему видели будущее России и даже находились по разные стороны баррикад. Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачёркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло время для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишённые текущей политической конъюнктуры. Но все они государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, учёные, подвижники и святые, а самое главное, весь наш народ, сделали Россию великой мировой державой, определили её судьбу. И всё, повторю, начиналось здесь, в Великом Новгороде. А Новгородский собор Святой Софии, как и другие древнейшие русские храмы, всегда будут служить священным символом нашего исторического единства. Современная Россия наследница древней Святой Руси, так же, как и Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Это величайшие эпохи нашей непрерывной тысячелетней истории, которыми мы гордимся. Мы вглядываемся сегодня вглубь веков и понимаем, что обязаны не только беречь, но и достойно продолжать традиции предков, что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Россию, за то, чтобы защитить и укрепить нашу огромную страну, нашу любимую Родину. Россия столетиями строилась как общий, родной дом для людей множества национальностей и разных вероисповеданий. Именно в нашем братстве заключена мощная энергия гармоничного, самостоятельного, самобытного развития. Никто и никогда не сумеет, не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру. Так же, как невозможно пошатнуть и тем более разрушить те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим, единым народом. Это верность правде и справедливости, уважение к семье, любовь к детям. Это прочная основа традиционных ценностей, таких как милосердие, сострадание и взаимовыручка. Готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всех, для всей страны, для всей России. И перед лицом общей угрозы вставать вместе, стеной за други свои, за Отечество. Быть патриотом – суть природы и характера российского народа. Сейчас, в ходе специальной военной операции, наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества. Бьются отважно, плечом к плечу, как братья. Ради спасения людей Донбасса. Ради мирного неба для наших детей и внуков. Ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой. За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России. Больше от нас подобных ошибок не дождётся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию. И никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а, укрепляя его, мы развиваем нашу страну. Суверенитет – это гарантия свободы каждого. И в нашей традиции человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная и сильная власть в нашем государстве служит и будет служить только народу России. И его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки – залог успешного, безопасного развития нашей страны, как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира. Мы на стороне открытого, честного партнёрства. На этом твёрдо стоим. И будем выстраивать такие отношения со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Уважаемые друзья, быть частью многообразной российской цивилизации – это счастье. Но, повторю, и ответственность, и долг. Наша цивилизация самобытна, у неё свой путь. И в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за своё Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться. Будем их отстаивать и защищать. Во имя наших предков и наших потомков. Ради России, её великой истории и великого будущего. Поздравляю вас. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо.